Так, друзья, всем привет! В этом видеоролике хочу вам дать пару полезных советов, идей, особенно тем, кто любит русскую баню. Иногда, когда нужно поднять влажность, помыть полки, помыть полы, приходится включать вот этот шланг, тащить эту змею в парную, и все это дело обливать водой, либо смывать, либо мыть. И потом назад его сюда как-то скручивать и сбрасывать. Чтобы от этого уйти, можно сделать все по уму. Сейчас мы перекроем воду, поставим тройник на холодную, холодную заведем по потолку, спустим вниз, сделаем отверстие, вытащим сюда сгон и сделаем полноценную здесь разводочку. Чтобы нам это все реализовать, вот такой у меня минимальный набор бойскаута. Я купил сгон 200 мм, с помощью него мы пройдем через стену и затянемся гайками. Обязательные переходы на 20 полипропилен, чтобы нам впаяться. Также, конечно, лен, конечно, паста Аквафлекс, которая работает в комплексе с леном бомбически. Но посмотрим, где неудобно будет подматывать ленту. Для этого есть сантехнический гель, есть ниточка уплотнительная. Все работает по красоте. Гель, кстати, часто выручает, хорошо уплотняет резьбы. Зелененький вы потом еще открутите. Бывает красненький, бывает еще один. Бывают тененький и красненький. Красненький вообще соединение потом тяжко раскрутить. Поэтому у меня самый ходовой зелененький. Ну и, конечно, паяльник, разные переходники. Поэтому сейчас приступаем к работе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, давайте покажу вам, что мы сделали. Во-первых, мы распаялись тройником. Тройник ушел на ведро обливное. Все работает. И дальше по воздуху, пока без клипс, чисто на малярку, чтобы все расставить на своем месте. Поставили кран резервный и ушли в стену. А в стену я хотел пройти вообще сгоном. Я купил сгон 200 миллиметров. Это самый большой, какой я нашел на рынке. Но его, зараза, оказалось мало. Не хватает буквально трех сантиметров. Поэтому ушел от сгона, пропаялся через стену полипропиленовой трубой. И сюда поставил муфту, которая пойдет на гибкую подводку. Это самое оптимальное, что есть. Сейчас дальше... Сейчас она остынет. Уже хорошо. Сюда можно будет капнуть гермитоса. Оставил небольшой свободный ход на всякий случай, потому что доска может расширяться, вдруг порвет трубу. Но это, конечно, фантастика. Но все равно пусть будет свободный ход. И сейчас посадим гибкую подводку. Потом поставим кран. Ну и, конечно, все это загерметизируем. Не знаю, кто что говорит. Тут есть, конечно, резинки. Некоторые сведения, как бы, в принципе, не надо тут герметить. Просто можно накрутить. Но я сторонник, как бы, перестраховаться. Потому что резинка может со временем тоже усохнуть, уйти в износ. Как минимум, я добавлю сантехмастера герметика. Потому что, ну, я так буду спать спокойно. Можно, конечно, намотать леный пасту. Но, в принципе, там еще есть резиновая прокладка. Хотя вот тут у меня в соединениях везде леный паста. Я так сплю спокойно. Но там у нас соединение будет пока что тестовое. Посмотрим, как будет. Видите, тут все. Вот тоже тут есть резинка. Тут тоже леный паста. Все сухо, все намертво. Я люблю, когда все сделано на века, скажем так. Поэтому сейчас пока только добавим геля. Потестим пару раз. Посмотрим, как это работает. Если все удобно. Потом уже можно будет перекрутить. И опять же, двухметровая. Бывает трехметровая подводка. Посмотрим, двух метров если хватит. Если мало, перекрутим на трешку. Чтобы можно было доставать до дальнего угла. Тоже будем тестировать. Продолжение следует... Так друзья, во-первых лайфхак. Как сделать так, чтобы труба держалась. Куча малярки и все. Труба никуда не девается. Это для того, чтобы можно было спаяться с другой стороны в одно лицо. Видите, я поменял направление чуть-чуть. То есть она торчала прямо. Большая такая загиб волна на проходе неудобно. В итоге я откусил, припаял кран чуть повыше. И новую линию сделал. А так как я один, неудобно с этой стороны. Труба улетает. Поэтому запоминайте. Малярка это все. Зафигачил намертво вообще. Сейчас за это остынет. Добавлю клипсу. И еще раз протестируем. Так. Вот такая у нас получилась подводка воды. В самой сауне. Это полезно, во-первых, для наполнения ведер. Это раз. Второе. Для увлажнения всей парной. То есть я люблю париться, когда температура 70 градусов. И 50-60 влажности. Это вообще бомбически. Для этого, чтобы создать это, надо обливать парную. Чтобы дерево напиталось влаги. Ну и конечно третье. Это уборка. Это промыть полки, помыть полы. То есть у меня есть тут трап. Что позволяет мне спокойно лить воду. То есть и соответственно вот такая гибкая подводка с обычным краником. Можно потихоньку открывать. И у нас такой как дождик. Из-за того что давление мы можем спокойно увлажнять парную. Помыть спокойно палки. То есть все хорошо, все как надо. Либо полностью наполнить ведерко. Как для подачи в печь пара. Так и ведерко, которое будет с вениками. Поэтому штука очень классная. Я всем рекомендую, друзья. Потому что это в бане незаменимо. А обязательно гигиена. Чтоб все было хорошо. И так как я его развернул. Как бы теперь проходу не мешает. Много места свободного. Висит спокойно на крючочке. Можно всегда в любой момент. Даже если ты паришь человека. Немножко создать контрастный душ. И немножко охладиться. Поэтому классная штука получилась. Всем рекомендую. Кто строит себе баню. Обязательно заводите краник с холодной водой. Это очень здорово. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментах. Что вам понравилось. А что нет. Кто чем пользуется. Ну и конечно вам светану. Немножко пару интересных идей. Вот такой в углу стоит диванчик. Сделанный своими руками. Сухой строганной доски. Тоже обработано все в масло. Матрас на сене. Две подушечки на травяных. Скажем пылевых трав. То есть когда ты попарился. Либо облился ведром. Либо запрыгнул в самодельную купель. Вытерся. Лег на диванчик. И кайфуешь. Поэтому друзья. Всем желаю чаще отдыхать. Чаще получать много интересных эмоций. Ну а с вами был Сергей. Еще раз спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Ну и конечно. После баньки. Можно также с разбега прыгнуть в бассейн. Всем пока пока.